Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке Меня зовут Геральт из Ривии У меня все замечательно, Геральт из Ривии Так как никогда прежде не бывала в моей несчастной жизни Теперь, когда ты это узнал... Прощай Подожди. Нам не о чем разговаривать. Твой отец дурной человек. Я не удивлен, что ты зла и расстроена. Так зачем ты ему помогаешь? Зачем взялся за эту работу? Потому что у него есть сведения о том, кто мне очень близок. Он обещал мне все рассказать, если я найду тебя и твою мать. Понимаю. Эдакий шантаж. Вполне в его стиле. В любом случае, ты нашел меня. Можешь ему передать, что я жива и что я никогда не вернусь. Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Мое первое детское воспоминание. Пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла еще дюжина лет. Отец пил беспробудно. Пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил ее аж до хруста. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали. Войцех говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Я бы не хотела об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, а она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось? Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее спорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Знаешь, что это может быть непросто? Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я и не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовище. Хотя, кажется, мой прекрасный следопытый. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден. Охотник за чародейками. На службе его королевского величества Родовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь Вечного Огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак. А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силу, мы приступим к поискам ее матери. Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься. Никогда ни в чем не была более уверена. Вечный Огонь лучшее, что могло встретиться мне в жизни. В таком случае остается пожелать тебе удачи. Спасибо, что ты оставил мне выбор. Всего доброго. Эй ты, Людь, здесь Риданская армия стоит. Прохода нет. Не будешь крадать лодки. И где же эта Риданская армия? Так ведь я тут стою. Не видеть? Я записался в армию короля Родоведа. И мне приказ. Защищать лодки. Ха, дрянь это, а не лодки. Мне надо защищать лодки. Но нет дров на этот забор. Но есть лодки. Я сделал забор из лодок. И теперь лодки защищают лодки. Кто завербовал тебя в Риданскую армию? Никакой вербы не было. А были солдаты. Сотник говорит. Охранять лодки. А то их крестьяне могут украсть. Потому что это их. Я не понимаю. Я понимаю так. Конфисковали эти лодки у крестьян и боялись, что те попробуют свои имущества отобрать. Что было дальше? Сотник ушел. А солдаты пили. И пели так, что ух. Я слушал. Но крестьяне пришли с косами. Я хотел помочь армии. Тогда иду. Крестьяне в крик. Солдаты в крик. И я совсем не сильно. Они лежат. Солдаты тоже. А приказ был охранять лодки. Вот я охраняю. Я теперь весь солдат и петь тоже умею. Петь? Нет, я уже слышал. Не нужно. А где тела? Я ни одного не вижу. Я был голодный. Жалко пропадать еду. Крестьян не жалко. Товарищей чуть жалко. А провизия хорошо. Понимаю. У войны свои законы. А Людь тоже солдат? Нет. Я могу тебя сделать солдат. Тогда я сотник. Я говорю, принеси краску, и Людь принесет краску. Какую краску? Ну, краску. Красную, белую. В городе есть. Но я не могу уйти. Я охранять лодки. Так случилось, что у меня есть с собой краска. Что случилось? У меня есть краска. Но рисовать не умею. Да, это осложняет дело. А Людь умеет рисовать? Я приказываю. Пусть умеет. Ну, смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского. Как на гербе. Ты лучше нарисуешь. В конце концов, ты ведь солдат Родовида. Да. Я попробую. Людь не убегает. И смотрит. Нехороший птиц. Противный. Нет, вышло совсем неплохо. Людь вежливый. А птиц противный. Я сам вижу. Хороший людь. Не такой, как другие. Спасибо. Надо бы его другой раз к колдунье послать. Может и от лени его вылечат. Здравствуй, матушка. И вы здравствуйте, сударь. Чего вам надо? У меня дело к вашей колдунье. Не знаешь, где ее найти? Я-то сама к ней не ходила. А мужика моего спросите. На той неделе так ему крестец прострелила. Он двинуться не мог. А от колдуньи вернулся здоровенький. Где его найти? Верно, на дворе сидит. Уж не болит ничего, а он все равно ленится. Набрал бы брусники, хоть бы детишки пожевали. У Марьян-то мужик умеет о семье позаботиться. День добрый. Ты, говорят, знаешь, где искать местную колдунью? Это кто сказал? Жена твоя. Глупая бабища. Оставьте меня в покое. А бабу мою не слушайте. Потому как заговаривается она. У нас давно ни колдуньей, ни знахарей, ни вещик бабок не осталось. Может, двора Грона свяжет твою память? Ну, раз такое дело... За деревней найдете прудик, а от него тропинка отходит. Пойдете той тропинкой, пока не наткнетесь на одинокий камень. Обойдите его и сверните с тропинки в лес. А там ищите разбитую телегу. Спасибо. Только злая не причиняйте, сударь. Мы тут про таких, как вы, слыхали. То есть? Ну, про таких, что колдуней жгут. Значит, и у вас охотники за колдуньями побывали? Нет, но слухи про них ходят. И как я вас, сударь, увидел с этими мечами, так сразу и подумал. Значит, правду говорят. Я ведьмак, а не охотник за колдуньями. Что? А это не то же? Нет. Ничего я вашей колдуне не сделаю. Ну, вот и хорошо. Она недавно тут поселилась. Но умная аж страх. И собой не дурна. Ну, если кому худющие нравятся. Спасибо за помощь. Госпожа, коровенка, значит, с гувна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду окалели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. В полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычасти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. Сто крат спасибо. А теперь довольна. Хватит на сегодня, идите по домам. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Тут еще. Где? Ты поглазеть сюда пришла? Нет. Поговорить. Отвернись и подожди. Кейра Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя сейчас, я ненавижу ее во сто крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это бывшая советница короля Фольтеста. Какая прелесть. Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. Я просто обязан тебя спросить. Что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Ты не видишь, что ли, что творится в мире? Ты о гонениях на чародеев? Да. Я говорю о новом увлечении Родовида. Он уничтожает всех, кто занимается магией. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Убийцы прочесывают север вдоль и поперек. Жгут манускрипты, вешают ворожеек, пытают травниц. Выбрала странное место для укрытия. Я не выбирала. На севере люди Родовида ловят чародеек, как рыбу в пруду. Юг занят Нильфгаардом. Куда мне было бежать? Император держит чародеев на коротком поводке, но от ремесла они отлучают. Родовид и Эмгыр отличаются всем, кроме одного. Оба они ненавидят ложи чародеев. А я входила в ложу. Как тебе роль деревенской колдунии? Кошмарно. Безграничное почтение окрестных крестьян тебя не радует? Они уважают любого, кто сумеет изготовить мазь от геморроя. Ты ведь давно уже здесь. Достаточно, чтобы покрыться плесенью. Ты не представляешь, как я ненавижу это место. У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит и кто будет слушать. Я ищу одну девушку. Какую? Я ищу Цири. Ту самую Цири. И нельзя, чтобы кто-нибудь об этом узнал, понимаешь? Цирила здесь? Девушка, которая в свое время искали ложи чародеек, и практически каждый король на континенте оказалась в Велине? А я ничего об этом не знаю? Что она тут делает? Судя по всему, скрывается. Говорят, она поссорилась с какой-то ведьмой, но если ты ничего не знаешь, ты точно ее не видела? Нет, но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. И кто расспрашивал? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Не знаю, какая у тебя ставка. Полсотни яиц? Три ощипанных курицы? Ставка растет с каждым твоим словом. Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько ехидства. Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. Ох, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами Скайета Эль, а эльфский чародей. Что мог делать в Велине эльфский чародей? Я пыталась его расспросить обо всем. Еще бы. Но ты же знаешь этих эльфов. Он спрашивал куда больше, чем отвечал. Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать. Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле Подлесья. Это деревушка такая. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не он. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цирилл. Можем отправляться? Да, идем. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!